Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такие вот замечательные цветочки, как раз для осенних работ. Эти я сорвала у себя в саду. Это рудбеки, маленький такой подсолнышек очень интересный. И календула. Календула, как видите, она бывает разная, разных форм, разных расцветок. Такой очень осенний цветочек, который радует до самых заморозков. Видите, у меня есть махровая, такая вот в 3 рядочка. И есть простая. Видите, такого цвета интересного, голубенького. Есть с коричневыми серединками и есть совсем такая маленькая-маленькая, вот так похожа на маленькую ромашечку. Вот сегодня мы будем делать вот такие вот цветочки для наших осенних. Ну что ж, что нам надо для работы? Во-первых, нам нужны ножи. У меня универсальный нож и хиноцея, очень универсальный. И ромашки получаются, и астры можно делать, и календулу можно делать, и рудбекию мы сегодня будем делать. В принципе, у всех этих цветов практически одинаковые лепестки. Единственное, что окрас разный и, естественно, что окрашивать мы будем немножко по-разному. Значит, код этих ножей для того, чтобы вам было удобнее искать их на сайте. Так, потом нам нужна бумага. Я беру акварельную бумагу, она лучше всего окрашивает. У меня обычная акварельная бумага. Так, потом у меня специальный коврик для цветоделания. Ну вот, я очень часто делаю цветы, поэтому я себе расщедрилась. Обязательно нам нужны будут подручные инструменты. Шила, пинцет, разные бульки, дотсы. У кого что есть, можно, в принципе, теснить чем угодно. Даже иногда тесню хвостиками от кисточек. Ну, если вдруг булек нету под рукой. Так, затем обязательно для серединок нам что-то надо. Можно использовать флок мелкий такой. Можно использовать, что найдете, хоть окрашенную манку. Тоже, в принципе, как вариант. Мы еще сделаем фантазийные цветочки маленькие. Для этого мне понадобятся тычинки. Вот, разные. Будем потом в процессе работы, какого цвета мы будем тычинки вставлять, будем потом выбирать в процессе работы. Ну и, конечно же, краски. Кто чем раскрашит? Да, еще самое главное, самое важное – клей. Я использую клей вот в таком очень удобном тюбике. Видите? Очень такой маленький носик, тоненький. Очень удобно наносить точечно-капельно. Очень рекомендую для тех, кто работает щебордом, стразами. Вот такие вот бутылочки. Очень-очень классно. Так, потом, краски. Ну, окрашивать можно чем угодно. Хоть акварельными красками, хоть спреями. У меня есть вот такие вот спреи. Есть украинского производителя, американские. Можно окрашивать сухими красками. В принципе, что нравится и что в данный момент есть по-другому. Ну что ж, начнем. Из акварельной бумаги я вырубила лепесточки. Такие заготовочки. Большие, средние и маленькие. В наборе пять вот таких вот вырубных элементов. Я их разделяю всегда, потому что мне удобней работать с каждым элементом по отдельности. Вот из вот этих вот двух ножиков, двух этих элементов, мы будем делать такие фантазийные цветочки. Такие похожие на ежики. Из этих мы сделаем рудбикию и календур. Так, вот у меня уже готовые наши заготовочки. Нож я откладываю в сторону. Так, и наливаю немножечко в емкость воды, для того чтобы окрашивать наши лепесточки. Так, у меня краска, такая концентрированная, очень концентрированная. Развожу ее. В зависимости от того, какого цвета вы хотите цветы, интенсивность окрашивания наших лепесточков. Можно просто добавлять в процессе красочку. Ну, мне хочется сделать еще вот, я поставлю сюда, чтобы нам было видно наши цветочки. Хочу сделать поярче, желтенькие и чуть-чуть более с оранжевым артилом. Опускаем наши заготовочки. Я буду использовать пинцетик. Ну, вообще совсем бледный. Сейчас мы немножко добавим цвета. Нашим лепесточком. Так, выкладывать я буду на бумажное полотенце, для того чтобы лишняя влага впиталась. И потом чуть-чуть дам насохнуть. И будем докрашивать, дорабатывать. Все цветочки имеют очень красивый такой цвет. Живые. Видите, каждый цветочек неповторим. Так, окрашиваем вот эти заготовочки. Так как я хочу разного цвета сделать, буду менять. Сейчас добавлять в основной желтый, буду добавлять немножечко оранжевого. Чтобы сделать цветы более ярче, сочнее. Давайте добавим хольца. Так. Сейчас будет более яркий цвет. Опускаю заготовочки, даю им там немножечко покупаться, впитать в себя цвет. Далее. Также можно еще немножечко больше добавить оранжевого. сейчас еще добавим немножко чёртвы Даем немножечко нашим заготовочкам просохнуть и приступим к тиснению. Для Рудбеки, такого маленького пацанушка, видите, у него в сердцевинке идут такие вот коричневые, вот такие окрашенные лепесточки в серединке. Сейчас нам нужно сделать то же самое на наших заготовочках. Подбираем наши заготовочки. Берем красочку, у меня вот такая вот коричневая, которая мне подойдет. Я прямо на стеклянный коврик пару капелек наношу. И аккуратно прокрашиваю вот серединку краешком лепесточка. И аккуратно прокрашиваю вот серединку краешком лепесточка. Сейчас я возьму обычную кисточку. Добавляю в России я Kiwi-Kiwi в шуме что сделал? janet. Как? Аккуратненько, аккуратненько, добавляем немножко цвета. У меня еще есть концентрированная паразочка, она тоже мне понадобится. И окрашиваем серединочкой. Для того, чтобы переход не получился. Вот как называется точка. Смачиваем второй лепесточек. И так далее. И так далее. Я делаю более интенсивно, так как он у меня пойдет в верхний бокс. И слегка размываем границу. И слегка размываем границу. И слегка размываем границу. И оставляем для того, чтобы немножко наш цветочек просох. Пока мои заготовки сохнут, я займусь маленькими заготовками. Из которых мы потом сделаем фантазические цветочки. Мы их тоже сейчас отправим купаться. Но они у нас будут чуть-чуть поярче. Более такие вот. Более такие багряные. Так. С ними будем немножко по-другому работать. Все опускаем. Я их все на стеклянный коврик выкладываю. Разделяю. Зачем я это делаю? Я сейчас буду их закрашивать. Мне это удобнее делать на стеклянном коврике. Аккуратненько все лепесточки отсоединю. Я беру кисточку и беру красную красочку. В данном случае у меня красный стеклянный. Можно без кисточки. Можно просто вот так. Капаем серединку. Или обрабатываем кисточкой. Я хочу, чтобы они были ярче, чем наши. Наши цветочки основные большие. Таким вот очень ярким асцентом. Оставляем немножечко просохнуть. Наши заготовочки уже немножко подсохли. Теперь мы их будем теснить. Я предпочитаю теснить именно вот эти заготовочки. вот этой вот частью пинцета. Видите какой пинцет? Изогнутый. И вот этой вот частью очень удобно теснить. Я вам сейчас покажу. очень быстро. Очень легко. Главное не сильно надавливать, чтобы лепесточек не оторвался. Если заготовка еще влажная, она немножечко нежная. И аккуратненько делаем такие вот теснения. Можно также бульками теснить. Вторую заготовочку мы с вами протесним бульками. Ну, мне нравится больше. Сейчас камера сфокусируется. А это будем теснить маленьким дотцем. Я не очень люблю это видео, но если нужен такой вот одна оборозочка, скажем так, то тут намного удобнее и эффективнее, чем пинцет. Можно вообще не теснить. Кому-то нравятся совершенно плоские, нерельефные цветы. Но я предпочитаю все-таки как-то их обрабатываю с идеально ровных цветов в природе. Потому что они, конечно, не встречаются. Так, вот смотрите. Вот две наши заготовочки. Это более выпуклая. Это более кудрявая. Это более простая. И серединочку. Выболиваю серединочку. Так. Ну, вот смотрите. В принципе, какая у них разница. То же самое я делаю со всеми остальными нашими заготовочками. Точно так же. Аккуратно я буду пинцетом это делать. Не так удобнее. Не так привычнее. Потом в процессе приклеивания уже сбора цветочков мы можем наши лепесточки слегка завернуть в краешки. можем слегка их как так придать им более такой растрепанный кудрявый вид. Так. И серединочку выболиваю. Аккуратно, аккуратно, чтобы не помыть. Так. И оставляем пинцет. Точно так же делаем все наши заготовки. Теперь у нас осталось самое интересное. Это склеивание наших заготовочек. И будем делать для них серединки. Так. Вот у нас заготовочки лимонные. Есть более светлые, более темные. В принципе, какие цветы. Все разные. Природа нас радует всегда разными цветами. Ну что, давайте давайте начнем. Для начала мы будем склеивать наши заготовочки, формировать наши цветочки. И в самый последний момент мы будем делать серединку. Так. Будем сначала делать вот такую вот. А вот эту вот я немножечко подогнула наши лепесточки. Сейчас подогну слегка и вот эту. не бывает идеальных, скажем так, лепесточков. Мы их слегка формируем. Где-то, может быть, выгибаем, где-то, может быть, более вниз они уходят у нас. Должен быть цветочек такой слегка растрепанный. Чтобы он был более похож на натуральный. Создаем ему такой вот небольшой объемчик. Так. Если вдруг мало, скажем так, объемчика, можно слегка добулить, скажем так, сделать более глубокий в виде бутончик. Точно так же формируются и бутончики. Так. Цветочки. Цветочки, лепесточки. Так. Я его слегка вот так вот развернула. Видите, уже получается более пышным. Я забываю всегда закрывать носик и у меня периодически забивается. Сейчас мы его прочистим. Видите, как наносится клей? очень-очень тоненькая капелька. Называется, смотрите. Малюсенькая капелька. Вот очень мне нравятся вот эти бутончики. Так. Заготовочку оставляем. будет у нас еще одна маленькая вот такая вот красивенькая такая вот мини-календулка. Эти тоже я, видите, лепесточки через один. Я их поднимаю и слегка подворачиваю. как бы формирую двухъярусность вот такую. Видите, здесь такой двухъярусный есть. Так. вот так. А этот наоборот. Я слегка раскрываю. Скажем так, второй нижний рядочек. И опускаю вниз. Так же слегка где-то поднимаем лепесточки. Где-то опускаем. Чтобы они не были на одном углу. Все-таки были более натуральными. Так. Капаем клей. Клей у меня матовый. Не оставляет следов. Но если вы будете клеить какую-то бумагу, например, проверяете, ведет или не ведет бумагу при склеивании. У меня, видите, солнышко то то появляется, то исчезает. Вот. Я как раз возле окна. В мастерской очень большое окно. И как раз солнце сейчас светит мне как раз в окно. Так. С этим точно так же поступаем. Отодвигаем лепесточку. Или давайте сделаем его более плоским таким. чтобы у нас уж совсем были все разные цветы. И по окраске, и по внешнему виду. Так. И этот тоже. Легка вот так вот разворачиваем. И подклеиваем. так. У нас еще вот такая вот есть. Вот. Давайте склеим наш Рудбеки. Тут, видите, лепесточки у Рудбеки завернуты кончики. Кончики наши тоже сверка завернем. Так. Я их слегка подожму. У них, видите, вот так вот более натуральный вид получается. Потому что у Рудбеки они более такие остроносенькие. Нижний ярус. Их можно одноярусными, можно двухярусными. Одни тоже есть. В природе встречаются. Как махровые, так и, скажем так, одноярусные. Знаете, на одном на одном кустике цветочков могут быть и такие, и такие цветочки. И махровые, и простые. Так. Капельку клеим. Сюда. Я буду вклеить серединку, немножечко расправлю еще. Лепесточки. И остался у нас. Сделаем еще маленькие вот такие. Но их мы будем делать, скажем так, одинарными, не махровыми. Одинарными. Сделаем маленькими. Ну вот. С коричневыми серединками. Так. Пока наши заготовочки отсыхают. Чем же делать серединки? Можно просто нанести клей и насыпать флок. Флок у меня очень мелкий. Я выбрала желтый. Такой вот. Теплый желтый. И флок у меня есть мелкодисперсный коричневый. Флок. Но я предпочитаю более выпуклые серединки. Для этого я использую глосси. Можно брать любой глосси. Глосси акцент. Можно, в принципе, сделать и при помощи клея. Капаем серединку глосси. Делаем такую вот, как линзочку. Так. Видите? И оставляем на пару минут. Для того, чтобы наша серединочка слегка, скажем так, растеклась. Так. Делаем вот такую вот капельку. И оставляем. Маленький подсолушек. Так. И оставляем буквально на пару минут. Ну что ж. Давайте займемся мелкими детальками нашими. И будем делать такие мелкоцветные. Я переворачиваю детальку на изнаночную сторону. Аккуратно делаю булочки. Пробуливаю каждую ножку. Вот эту вот. Делаю такие капельки. Для серединок нам понадобятся тычинки. Можно делать и без тычинок. Но я хочу сделать вот с такими вот желто-зелеными. Скорее более салат салатового цвета. Прорабатываем все-все наши заготовочки. для удобства можно сначала делать отверстие для тычинок. Можно иголочкой. Можно шилом. Чтобы потом в процессе не отвлекаться. Я сразу сделаю дырочки под пучинки. Потом их можно будет расширить шилом. Пока наметки сделаем так. Стэк у меня, видите, такой придавший виды. Но это один из самых моих любимых стэков и самых любимых, наверное, инструментов, которыми я и вырубку выколупываю, и цветы делаю. Ну, в общем, все делаю. Расширить шилом. Расширяем. Потому что я хочу более крупные, скажем так, делать тычинки. Больше, чем, например, 2-3 штучки пучки. Поэтому мне нужно чуть-чуть побольше отверстий. Я их расширяю в шилом. Чтобы наши печеньки свободно проходили при склеивании. Продолжаем. От края к середине делаю это. Немножечко закругляю. Получается более махровые цветочки будут. Они пойдут как мелкие цветочки, мелкоцветики. Потому что есть в работе, например, между крупными цветами. Нужно вставить какой-нибудь маленький цветочек, для того, чтобы, скажем так, прикрыть огрешности или пространство. Просто запомнить. И вот такие вот цветики всегда выручают. У меня часто выручают гортензии. И она тоже очень-очень красиво смотрится. Если гортензию сделать, например, в красных, желтых, оранжевых оттенках, почему бы не использовать в осенних работах. Она тоже очень красиво смотрится. Так. Делаем, делаем, все делаем. Все наши ножки прорабатываем. Чуть-чуть, слегка. Делаем форму. Так. Ну что ж. Берем тычиночки наши. Я их вот так вот скручиваю между собой. Чтобы было удобнее продевать. Берем нашу заготовку. Продеваем тычиночку. Очень толстые ниточки. Достаточно тяжело проходят. Так. Клей. Подклеиваем. Подклеиваем. Подклеиваем и подтягиваем. Следующий. Следующий наш ярус. Наносим клей. Разбираем. Надо расширять. Стараемся в шахматном порядке подклеивать Следующий ряд Проверяю, расширяю Это тоже сразу расширю Наносим клей Какие-то лепесточки облипаем вниз, какие-то наоборот прикрываем Кстати, очень хороший маленький цветочек Когда нет ничего под рукой Надо что-то не маленькое, не меленькое А ничего быстро делать не успеваешь или не хочешь Такие маленькие цветочки я всегда спасаю Так И давайте сделаем последний ряд Последний ряд Проверяем Опять же проверяем Расширяем, если надо, отверстие Для тычиночек Наносим клей И подклеиваем Вот смотрите, что у нас получилось Очень легко, быстро и совершенно бюджетно не затратно Потому что все вот эти вот детальки можно вырезать из остатков бумаги Из любых остатков Там где-то вот Где-то вот у вас остаются маленькие кусочки акварельки Вот их можно использовать для вот таких вот макоцветиков Ну что ж, друзья Вот такие цветы у нас получились при помощи ножей хиноцея Мы сегодня делали календулу Ну и смотрите Вот наша календура живая Вот наша календура для работы Вот смотрите Наши рубики И маленькие флотезийные цветочки Которые мы сделали Как видите, ничего сложного в этом нет Нож универсальный, как я уже говорила Можно делать разные цветы Включайте свою фантазию и творите свой мозг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok